Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания к Колосинам святого апостола Павла, глава 1 стихи с 1 по 2 и 7 по 11. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа и Тимофей брат, «Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Как и научились от ипофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и возвестил нас, известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Дорогие братья и сестры, мы с вами приступаем к чтению послания к Колосинам святого апостола Павла. Прочитали сейчас первую главу, стихи с первого по второй и с седьмого по одиннадцатый. Город Колосс, Колоссы, находится в 160 километрах от Эфеса, а Эфес — это столица провинции Римской империи, которая называется Осия. Апостол Павел сам лично не бывал в этом городе, но его соратник, сподвижник Епофраз принес Евангелие в этот город, и апостол Павел откликается на некие проблемы, которые возникли в этой общине, в этом городе. В чем же была проблема? Тут такой тонкий момент, потому что мы имеем только сторону апостола Павла, и у нас нету никаких источников, которые бы говорили, сохранились из этого города, говорящие об этой проблеме. Ну, очевидно, потому что христианство победило, и эта ересь, эта проблема ушла из общины. Но косвенно, исходя из текста, можно сказать, что там появилось некое гностическое учение, и апостол Павел будет говорить об этом в тексте, мы будем к этому возвращаться, говорить об этом. Две проблемы там существовало, там учение об ангелах, аскетическая практика, вот это все осуждает апостол Павел, и разворачивает мысль Колоссин в правильном направлении. Кроме того, мы видим, что данное послание написано в соавторстве, о чем говорит разный стиль текста, что давало крайне критически настроенным людям по отношению к священному писанию говорить, что это послание не апостола Павла. В XIX и XX веках такая мысль выдвигалась, но, конечно же, мы с вами четко знаем и утверждаем на основании церковного предания и научных библейских знаний, что это, конечно же, авторство апостола Павла. Скорее всего, он написал его в соавторстве совместно, чем объясняется вот эта некая разносиливость данного текста. Плюс в конце мы читаем стандартное в таких случаях приписку в конце послания. Вот 18 стих 4 главы данного послания говорит «Приветствие моею рукою Павловую». То есть он надиктовывал, очевидно, часть послания была надиктована Тимофеем. О чем мы читаем в первом стихе? «Павел волею Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе». Опять же таки вот мы видим «находящимся в колоссах святым», то есть христианам, потому что тогда самоназвание христиан было именно «святые», то есть отделенные, отдельные. И потом уже, как некое прозвище, как казалось этим людям обидное, христиан стали называть христианами. Нам это понравилось, и мы это восприняли к себе, и теперь мы все зовем себя христиане, православные христиане. Но не всегда так было. Вот на заре, в эпоху становления церкви, было вот такое самоназвание «святые». Итак, как научились вы от ипофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова? То есть мы видим, что именно от ипофраса сотрудника апостола Павла колоссини восприняли Христа, то есть восприняли Евангелие Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Опять же таки, мы видим вот эту вот напряженную работу проповеди, когда церковь разрастается по слову Христовому. Помните, перед Вознесением, как некую заповедь, Христос говорит своим ученикам о том, что они бы должны быть свидетелями Его в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, даже до края земли. И вот в данном контексте край земли – это как раз-таки край цивилизованного общества, которое может воспринять христианство. В дальнейшем, когда христианство разрастется, церковь окрепнет, появится у нее, скажем так, такой мощный административный аппарат, который будет способствовать проповеди, тогда и, возможно, будет проповедь в дальние страны уже за пределами цивилизованного мира, и будет разрастаться церковь. И даже когда падет Западная Римская империя, именно церковь останется тем административным институтом, который сохранит цивилизационные основы. Поэтому для Западной части Римской империи, где сохранится церковь, то есть все институты государственные будут уничтожены, Восточная не, скажем так, поддастся вот этим нападкам варваров и сможет отстоять свою независимость, византийская часть Восточной Римской империи, Византия. Западная падет, но церковь останется, и она будет залогом и образования, и вообще цивилизованной основы цивилизации в этой части. Поэтому мы говорим, что основа европейской культуры, она христианская, от этого никуда не деться. Хотя сейчас есть такие попытки уйти от христианской цивилизационной основы, и идут страшные нападки просто на христианство, на христианское исповедание там. Хотя христианство есть фундамент, фундамент культуры и цивилизации европейской, да и вообще многих цивилизаций на планете Земля в целом. Вот мы видим вот это возвещение. Далее апостол в 9 стихе пишет, «Посему и мы с того дня, как осем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном». Итак, как только услышали о проповеди, что вот ученики апостола Павла проповедовали, апостол Павел сразу пишет им, откликаясь на какие-то проблемы, а какие проблемы мы коротко уже сказали, но дальше будем более подробнее говорить по тексту. Соответственно, мы услышали, не перестаем молиться о вас. Почему? Опять поддержка. Мы говорили с вами в предыдущие разы, что очень важна молитвенная поддержка, молитва друг за друга, чем изобилуя, кстати говоря, и к тени за богослужением. Мы с того дня мы молимся, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. То есть они молятся, апостол молится о том, чтобы их поведение было достойно того призвания избрания, в котором они находятся, чтобы они угождали не себе, а Богу, принося плод во всяком деле благом. То есть плод, благое дело, оно важно, важен результат этого благого дела. То есть для нас важен сам процесс, потому что он нас одухотворяет, укрепляет, наставляет, но это благое дело всегда направлено, зачастую направлено вовне на другого человека. А для этого человека важен плод, то есть конечная цель. Поэтому во всяком деле принося плод в деле благом и возрастая в познании Бога. «Укрепляя всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Радость, терпение и великодушие – тоже очень важные критерии духовной жизни, которые необходимым образом должны присутствовать в нашей церковной повседневности. Поэтому не унывайте и не становитесь поводом для уныния других людей. Не искушайте никого своим поведением, будьте смиренны, добродушны и с радостью, в терпении и великодушии совершайте дело своего спасения в страхе Божьем. Будем молиться, поэтому, дорогие братья и сестры, укрепляться в вере. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok